Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. В сегодняшнем видео я хочу посвятить теме, как же вызвать у женщины дикие интересы. Я знаю, что у каждого мужчины есть свои фишки, свои задумки, свои лайфхаки, да, для того, чтобы познакомиться с женщиной, заинтересовать женщину. Но давайте сегодня мы с вами обобщим, вот как же вызвать огромный интерес у женщины. Поэтому, если у вас есть вопросы, вы хотите поделиться вашим мнением, обязательно пишите мне в комментариях. Также, друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делитесь вашим мнением в комментариях, действительно очень интересно его знать. Ну что, друзья мои, как же вызвать неподдельный дикий интерес практически у любой женщины? Давайте сегодня разберёмся. Тема интересная, и мужчины задают вопросы. Ну вот, что вам, женщинам, нужно? Какие-то мужчины вот вас цепляют, а вот там, допустим, я уже и так подойду, и так подойду, и всё, не вызывает, не вызываю я интереса у женщины, с которой хочу построить отношения. Как же всё-таки можно повлиять на интерес? Женщины, мы люди очень эмоциональны. Это ключевой момент, что женщины, безусловно, очень любят эмоции. И часто их как раз заинтересовывают мужчины, которые играют на их эмоциях, да? Что вот именно манипуляторы, так называемые, мужчины-манипуляторы. Я не говорю, что это прямо есть хорошо, но тем не менее. Смысл, чтобы вызвать у женщины дикий интерес, заключается в том, что мужчина одновременно даёт женщине абсолютно разные эмоции. Так называемые эмоциональные качели. То есть она иногда даже не знает, что от него ожидать. Да, вот эти, что всё хорошо, всё плохо. Часто женщины на это очень сильно к этому, как сказать, вот привыкают, да? Подсаживаются вот на эти эмоции. Почему часто женщины живут с манипуляторами? То есть действительно, да, сегодня у него одно, через два часа он полностью поменял своё мнение, решение. И у него стало абсолютно всё другое, да? И он уже там что-то другого хочет. Да, женщины действительно на эту историю вот прямо им нравятся вот эти эмоциональные качели. Им нравится вот этот вулканизм, да? Что вот сейчас-сейчас-сейчас неизвестно, что случится. У меня действительно есть много знакомых, которые реально не хотели строить там отношения. То есть, да, они были в одних отношениях, потом в других отношениях. И всё как-то вот не складывалось. Всё время были какие-то проблемы. Как только появился мужчина, который просто, я говорю, он же энергетический вампир, он же манипулятор, да? И никак моя знакомая не может с ним расстаться. Потому что вот эти эмоции каждодневные. То они ругаются, то они мирятся, то они ругаются, то они расходятся, то они мирятся. И вот эти вот эмоции, они такие очень сильные эмоциональные качели. Безусловно, не все женщины к этому готовы, безусловно. Но суть этого видео в том, что вы, безусловно, должны давать женщине в том числе и положительных, и немножко отрицательных эмоций. Потому что если мужчина весь прямо положительный, а вы знаете, да, ещё поговорку самых известных писателей, поэтов наших, да, что женщины любят как раз мужчин таких вот непростых, да, то, соответственно, у женщины, безусловно, возникает прямо дикий интерес к такому мужчине. Многие мужчины совершают, знаете, какую очень часто ошибку, что они переходят в стадию игнора. Вот эту стадию игнора нужно, конечно же, исключать. Безусловно, из вашего вообще общения, да, из вашего поведения женщины. Потому что вот стадия игнора бывает очень негативно сказывается на отношениях. Когда вы вдруг только начинаете общаться, возникла только какая-то симпатия, и тут раз, и мужчина пропадает полностью, абсолютно пропадает, то, конечно же, у женщины такой возникает шок. Ну как же так, да, с одной стороны для неё это отрицательная эмоция. Но когда мужчина там через два месяца появился, а, кстати, бывают такие, да, мужчины, бывает вы так поступаете, и здравствуйте, вот он я, я тебя ждал, я о тебе всё время думал, то это не та негативная эмоция, которая нужна женщине, да, потому что для неё это очень сильное переживание. А если для женщины это очень сильное переживание, то она, безусловно, так постепенно, постепенно, постепенно начинает вас забывать, решает, что вы кардинально не подходите, потому что женщина же себя любит, безусловно, любит. А тут вроде бы вы с ней познакомились, она себя накрутила на то, что она вам не понравилась, соответственно, вы ей не подходите. И потом вы появились, да, как снег на голову, здравствуй, вот он я, я к тебе вернулся. То вот этот вот такой вот ход я крайне не рекомендую выполнять, потому что обычно женщина негативно на это реагирует. То есть сначала, безусловно, вы должны пообщаться с женщиной, да, дать ей какие-то эмоции, рассказать про себя, возможно, пригласить на свидание, какие-то ухаживания, да, но должны ставить иногда, говорить, что да, у меня есть свои цели, самореализация и так далее. И женщины будут, соответственно, делать какие-то моменты, рассказывать истории, которые вызывают у неё очень сильные эмоции. То есть, безусловно, мужчинам очень легко можно вызвать у женщины, у девушки безумно дикий интерес, и женщина просто будет в вас погружена целиком и полностью, и вас никогда не оставит, не расстанется, не отпустит. Дорогие мужчины, обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу. Женщины также согласны ли вы с этим мнением. Это мнение многих абсолютно психологов, да, которые говорят про отношения, очень много пишут про отношения, и этот приём всегда очень хорошо работает. Поэтому обязательно пишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал, и мы с вами очень скоро встретимся в следующих видео. Я вас всех приглашаю в свой инстаграм, ссылочка под описанием к этому видео. Переходите, подписывайтесь, и мы с вами будем чаще встречаться и общаться. Всех обнимаю, целую, всем огромного здоровья, прекрасных отношений, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok